Привет! Трудно себе представить, но компания MY Products выпускает скейтборд на гусеницах. Гусеничная конструкция доски мини-вездехода Rockboard Defender в общей сложности снабжена 36 опорными роликами. По заявлениям производителя, на гусеничном скейтборде можно кататься практически по любым дорожным и грунтовым поверхностям. Асфальтированные тротуары и дороги, лесные тропы, заснеженные склоны, травяные газоны и поляны. Теперь можно наслаждаться катанием на скейтборде не только по сухому, ровному асфальту. Гусеничный скейтборд Rockboard Defender стоит примерно 120 долларов, а допустимая нагрузка на него составляет 90 килограмм. Для заядлых скейтбордистов поездка на такой доске станет настоящим подарком, так как теперь можно не расставаться с любимым скейтбордом ни в городе, ни за его пределами. Его можно взять куда угодно, чтобы кататься в любых условиях. Гусеницы обеспечивают неплохую проходимость и устойчивость. Компания The House of Solid Gold изготовила позолоченную роликовую доску. У вас есть лишние 15 тысяч долларов, и вы никак не можете придумать, куда их потратить? У нас есть подходящее решение для вас. Позолоченный скейтборд. На самом деле это не совсем скейтборд. Как утверждают его создатели, это ювелирное изделие. Как ни странно, это самое изделие полностью функционально, но по понятным причинам опробовать его получится только после покупки. Этот проект был реализован Мэттом Уиллетом из нью-йоркского скейтборд-бренда Shad Slateboards и его отцом Питером. Изначально их компания занималась выпуском позолоченных компонентов для NASA, но позже было решено попробовать покрыть золотом еще что-нибудь. Процесс создания достаточно сложен. Перед тем, как покрыть скейтборд 24 каратами золота, на него наносят еще несколько слоев. Но результат просто поражает. Скейтборд изготовлен всего в шести экземплярах. Так что если вы все еще хотите расстаться со своими 15 тысячами долларов, то поторопитесь. Опытные коллекционеры, вроде Лил Уэйна, могут вас опередить. ПАМГО ПАМГО – это скейтборд, который разгоняется, когда вы нажимаете то на нос, то на конец деки. Для ПАМГО не нужен мотор или батарейки. Вы катаетесь даже не касаясь земли ногами. Особый механизм передает движение через полный привод, который и движет скейт. ПАМГО Любители быстрой экстремальной езды и сверх крутых трюков могут порадоваться. Совсем недавно увидел свет абсолютно инновационный вид спортивного инвентаря, который совмещает лучшие черты одновременно роликовых коньков и скейтборда. Два колеса с двойным соединением комбинируются с корпусом. Это позволяет тем, кто катается на более продвинутом уровне, совершать различные трюки. X8 имеет колеса из легкого сплава и с литыми дисками. Его удобно хранить, носить с собой и легко складывать. Скейт имеет прочную алюминиевую раму, что обеспечивает ему легкий вес. А колеса изготовлены из ПУ высокоэластичного и устойчивого к износу материала. Из-за необычного внешнего вида скейта вы всегда будете в центре внимания. Его небольшие габариты и вес всего в 2 кг позволяют носить борт в рюкзаке. X8 способен выдержать вес до 120 кг. Он подходит для комфортной езды всем, в том числе подросткам и детям старше 13 лет. Второе название этого средства передвижения – инлайн-борд. А область его предназначения очень обширна. Пользуясь этим чудом техники, вы сможете проехаться не только по асфальтированной дороге, но и по травянистому склону или горному серпантину. Вы будете удивлены, но он прекрасно сочетается с кайтом и парусом для виндсерфинга. Если предыдущая модель позволяла ощутить себя на сноуборде, то здесь вы очутитесь в воде на доске с парашютом или будете ловить ветер, как на виндсерфинге. Велосипедные колеса, встроенные тормоза и рама дают возможность почувствовать ощущение, аналогов которым в прошлом у вас точно не было. Рипсерф – это уникальная доска, которая позволит серферам применить свои навыки вдали от воды. В отличие от своего ближайшего родственника скейтборда, рипсерф способна катиться только в одном направлении. Разработанная в Южной Калифорнии, новая доска обещает предоставить наиболее близкий к серфингу опыт и ощущение от катания. Конструкция весьма специфична, но при этом довольно проста. Сама доска выполнена из полипропилена. Передний каток будет определять направление движения, а задний – контролировать степень разворота. Поначалу кататься на новой доске не очень просто, однако ее создатели уверяют, что даже непродолжительные практические занятия помогут быстро адаптироваться. На данный момент это самый близкий аналог традиционному серфингу, но в городских условиях. Рипсерф не только выглядит как доска для серфинга, но благодаря уникальной конструкции она и ведет себя так же, рассказывает один из создателей новинки Али Кермани. Рипсерф в некотором плане похож на велосипед. Она становится более устойчивой в движении. Середина даки сделана таким образом, что легко может изгибаться вслед за движением спортсмена. С другой стороны, современные материалы позволили добиться внушительной прочности. Более опытные городские серферы смогут даже использовать традиционные для скейтбординга пандусы и рампы. Стоуборд Идея оснастить скейтборд мотором неоднократно приходила в голову изобретателям и энтузиастам различных стран. А вот поставить идею на коммерческие рельсы решились разработчики из Австралии. Эти ребята подошли к делу со всей ответственностью. Они оснастили скейтборды не только электродвигателями, но и тормозной системой АБС, а также беспроводными пультами управления. Компания выпускает 7 моделей машин. Shorty, Division, Big Daddy, Pipe Master, Rager, Street Surfer, а также Stringer. Среди всех выделяются две самых внушительных версии, оснащенных шипами для передвижения по бездорожью. Big Daddy и ее коллега Street Surfer. Эти модели, помимо мощных колес, могут похвастаться двигателем мощностью 800 Вт, который позволяет им разгоняться до 37 км в час. Прочной подвеской, выдерживающей вес до 135 кг и литий-железо-фосфатным аккумулятором, обеспечивающим запас хода в 45 км и заряжающимся за 3-6 часов. Этот скейтборд может легко преодолевать камни, песок и снег. На своем раннем этапе развития скейтбординг был предназначен для езды по тротуарам, но в последнее время мы все чаще видим новые модели, предназначенные для бездорожья. Один из таких бордов – Scarpa Powerboard. Изобретатель этой модели, Дэн Болдуин, в настоящее время разработал новый опытный образец скейтборда-вездехода под названием Ungovent, который предназначен для любой поверхности – от камней до снега. Похожая на смесь футуристической доски и танка, это транспортное средство представляет собой прототип на двух гусеницах, которые приводятся в движение четырехтактным двигателем. Тем не менее, Болдуин говорит, что в будущем он хочет заменить двигатель на электромотор. Скейтборд-вездеход имеет длину 1390 мм, ширину около 360 мм и высоту 140 мм. Его вес составляет 49 кг, что намного легче, чем даже самый компактный снегоход. Он также легче, чем его предыдущее детище – Scarpa, вес которого достигает 65 кг. Это транспортное средство предназначено для плавного перехода между различными типами местности без необходимости смены треков. И уже прошло успешное испытание на камнях, песке и грязи. Болдуин планирует провести и тесты в снежных условиях в ближайшем будущем. Ускорение скейтборда контролируется при помощи проводной ручки контроллера. Флоуборд Флоуборд – это аналог скейтборда, имеющий 14 колес. Скейт-монстр или многоколесный скейт имеет по 7 колес на двух дугообразных осях, что позволяет флоубордисту совершить маневренный разворот на 360 градусов практически в одной точке. Система Флоуборд разработана для того, чтобы дать ощущение сноубординга на улице. Езда на доске Флоуборд похожа на езду на скейтборде. Колеса установлены на двух изогнутых осях с разным углом к доске. За счет этого можно делать повороты без сопротивления, совершая мягкие переходы при движении, наклоняясь на 45 градусов к асфальту. Эта технология расположения колес называется Deep Carve System. Флоуборд очень устойчив и при больших скоростях контроль над доской не пропадает. Новаторское расположение колес и подвесок значительно облегчает исполнение многих трюков, которые с трудом получаются на обычном скейте. В виде флоуборда нет подвижных частей в подвеске. Широкая дека относительно скейтборда сделана для улучшения контроля при повороте. Stay Rover – скейтборд для уличного серфинга, которому и ступеньки не помеха. Заняться серфингом теперь можно и на улицах вашего города, благодаря скейтборду Stay Rover, который умеет спускаться по ступенькам. Скейтбординг и серфинг всегда шли рука об руку. Два этих вида спорта, в каждом из которых используется доска, перенимают друг у друга технологии, трюки и стили катания. Stay Rover – это скейтборд оригинальной конструкции, разработанный выпускником Королевского художественного колледжа по чилаем. И это не просто еще один скейтборд. Он способен съехать по длинной ступенчатой лестнице, будь она на станции метро или выходе из многоквартирного дома. У доски Stay Rover 8 колес. При ее изготовлении используется алюминий, древесина клёна, бамбук, полиуретановый каучук и поливинилхлорид. Меня вдохновляет Лондон. Он подтолкнул меня к изобретению нового гибридного вида спорта на базе классического скейтборда и оригинального механизма для езды по ступенькам. Проект нацелен на то, чтобы дать владельцам этих досок новые возможности для передвижения в условиях городского ландшафта, поясняет Почи Лай. Stay Rover – это настоящая находка для скейтбордеров. Доска чрезвычайно гибкая, длинная, способная гнуться и двигаться плавно, амортизируя неровности ступенек. Колесный механизм преодоления ступенек отрабатывает свою задачу каждую секунду. На сегодня все. Спасибо за просмотр. А какой скейтборд понравился тебе больше всего? Расскажи в комментариях. Не забываем. Лайк и подписка – лучшая благодарность автору за работу.